На стадионе «Спартак» имени Николая Озерова разгорались настоящие футбольные страсти. Здесь встретились 8 команд из подмосковных округов. С горящими глазами и жаждой победы футболисты боролись за звание лучше, а болельщики активно поддерживали своих спортсменов. Мы ждем победы, обязательно она у нас будет. Мы уверены, ребята стараются, очень хорошо играют, отрабатывают по полной. Организовали великолепный праздник. Это сближает и детей, и родители, командный дух, спортивный. Просто замечательно, побольше таких праздников надо организовывать. Фестиваль «Знамя Спартака» проходил среди команды от 2013 до 2014 годов рождения. Его организовал футбольный клуб «Спартак Щелково». Свою главную задачу он определяет как преемственность поколений. Даже сам турнир мы назвали «Знамя Спартака». Это вот тот символический, так скажем, символ, который в руках наших мальчишек, эти флаги спартаковские, это как переходящая палочка эстапетная. Взрослые уже играют, ветераны у нас в истории тоже уже есть спартаковцы. И вот эти мальчишки, которые сегодня здесь бегают, они именно будут продолжать наши традиции. Мы уже лет через 5-6 будем их ждать в нашей главной команде. Ну, это очень хорошо, потому что проводят вот такие фестивали, и ребята прям могут поиграть в футбол и заняться любимым делом. Фестиваль проходил по системе «Каждый с каждым». Команды были разделены на две группы и сыграли по 4 игры. Между матчами для юных спортсменов футболисты клуба «Спартака Щелково» провели мастер-классы по владению мячом. Ну да, конечно, мне кажется, каждый из них хочет себя проявить на данном турнире. Команд сегодня достаточно много. Так сказать, на фоне других всегда хочется казаться лучшим. Как бы это немножечко и мотивирует, чтобы доказать то, что ты лучше кого-то. В решающем матче встретили «Щелковский Вентарус» и «Ивантеевский Легион». Победитель определился по результатам серии после матчевых пенальти. Удача улыбнулась команде из «Щелково». По итогам фестиваля также отметили лучших игроков. Евгения Корыська, Игорь Поляков, «Щелковское телевидение».